так вот у нас этот картридж который мажет причем может вот таким образом просто печатать плюс минус нормально но вот такие пошли полосы периодически именно на одном месте вот здесь что необходимо сделать нужно почистить именно шаберы которые здесь есть но такие пластины силиконовые которые ездят и снимают тонер для этого необходимо открутить винтики и поснимать вот этот приемный барабан бак здесь контейнер в который собирается отработанный именно отработанный тонер ну и нужно и другой здесь две резинки до них добраться очень легко просто откручиваем два винта и он снимается это течение 30 секунд все можно сделать два винтика и верхний контейнер снимается вот таким образом и смотрите вот здесь находится два шабера которые снимают лишний тонер отработанный плохой здесь набивается но я честно говоря этот верхний уже снял и почистил вытрусил тут здесь действительно подбило много волокон прямо целая полосочка была но это не помогло а значит нужно почистить и внутренний шабер который идет от основного контейнера куда мы засыпаем тонер для того чтобы его снять необходимо снять еще и боковинку и тогда можно снять этот вал этот вал и мы дойдем до вот точно таких же резиночек силиконовый скребок шабер который снимается которым снимается лишний тонер и сейчас все это сделаем откручиваем винты на боковине и так смотрите здесь именно на этой части там где нет контактов вот здесь есть с левой стороны контакты с правой стороны нет контактов эту часть 2 винта откручиваем и снимаем почему в эту часть потому что сюда можно вытащить вал вот так вот сюда немножко в в сторону сдвигаете и он выпадает с левой стороны и можно его вытащить делаете это аккуратно тут тонер и все теперь переворачиваете вот так вот потряхиваете чтобы порошок выпал внутрь контейнера и теперь вы можете снять барабан пробуем снять барабан эту сторону тоже откручиваем и будем снимать крышку я два винтика открутил вытаскиваем вот этот вал мешало вытащить барабан и все теперь барабан просто снимается его в сторонку и вот здесь этот шабер значит нужно почистить насколько это возможно сам вал этот ну и откручиваем снимаем вот тот шабер о котором я говорил вот здесь здесь два винтика вот эту металлическую полоску полоску к ней прикручивается силиконовый силиконовая резинка шабер который регулирует подачу теперь мы его можем снять и обслужить так скажем но делать это лучше на улице поэтому здесь много сейчас будет порошка сыпаться на стол делаете или это на газете на каком-то потому что вытирается тонер плохо выходим на улицу продуваем чистим прочищаем например ватным диском или чем-то без ворсовым вот этот барабан ну и вычищаем этот шабер ну значит смотрите что вы можете сделать я уже протер на улице продул и протер вот этот шабер который здесь вставляется с ним все в порядке единственное что еще можно сделать это эта часть этот барабан снимается непросто но что можно сделать это вот такой шабер он один ставится здесь с этой стороны с этой стороны тоже есть он такой пластиковый можно сказать или все таки пластиковый не силиконовый и его достать сложно только снимать здесь механизм и тогда его можно вытащить но можно просто почистить берете пластиковую пластиковую какую-то очень гибкую штучку и просто вот таким образом этот шабер прочищаете и если там что-то попало оно уберется какая-то от упаковки какой-то пластик такой более-менее не полиэтилен что-то такое пвх более-менее жесткая и все собственно это все что мы можем сделать быстро если сложно то можно снимать а быстро вот таким образом все теперь ставим все на место будем пробовать что у нас получилось назад ставится сначала продеваем сюда вытаскиваем лишнее это позволит нам вставить сюда под под резинку простите под пружинку вторую часть как-то так и назад собственно все можете протереть этот вот лишнего порошка все в обратной последовательности просто вставляем две крышки если в это время вам нужно еще и дозаправить то вы можете открыть вот эту пробку и заправить порошок это как раз метод до заправки здесь крышка с контактами все и вставляем с этой стороны крышку тоже все на свое место как и должно быть все закручиваем винтики и и то я забыл установить шабер сейчас его установлю шабер просто устанавливается и вы закручиваете винтиками даже отсюда можно это сделать ну и сейчас посмотрим чем все закончилось ну и как результат вот я сейчас распечатываю пододвигаем текст который печатается пошло как видите никаких вот я печатал до этого вот часть до и после как видите такие быстрые манипуляции приводят к тому что вы самостоятельно можете решить серьезную проблему полиграфическую поэтому подписывайтесь на канал увидите что в том числе и по принтерам как заправить и как ремонтировать в том числе такую или более сложную компьютерную и бытовую технику увидимся на канале